Эх, какое небо голубое! Истинно арийское! Ганс, Ганс, ты веришь в исполнение желаний? Nein! Я всегда мечтал о кабриолете, так еще и на карте Берлин! Святой Адуаль, что ты со мной делаешь? Прекрати! Слышь, придурок, какой это к черту кабриолет? Давай лучше рули! Мне и так стрёмно от того, что ты едешь спиной! А-а-а! Это арийский Need for Speed! Добрый день, дорогие друзья! С вами Изидычи! Сегодня у нас акционная пума, которую раздают за задрот-марафон! Летний задрот-марафон! Главное отличие новой пумы от старой в том, что она имеет не пак 39-50-миллиметровый, АПАК-40! 75-миллиметров калибр! И это, конечно, дает новые снаряды! Под 150-миллиметров бронепробития! Каморный снаряд! И это не говоря уже о подкалиберах под 200-миллиметров бронепробития! Есть еще кумулятивы с 80-миллиметрами бронепробития! Но задумайтесь, боевой рейтинг 3 и 0! 3-0! Я случайно попал в бои топовых рангов, тупо потому что не убрал определенную технику! И вы знаете, нагнул! По крайней мере, премиумный, дорогущий Т-29! Ох, баланс такой баланс! Ну ладно, будем считать, что на этом задрот-марафон не фартануло немцам, потому что им завезли что-то очень страшное! На данный момент я могу точно сказать, что эта пума, именно акционная пума, самая страшная машина на боевом рейтинге 3-0! Но с оговорками, потому что появились и новые проблемы! И нагибать она может лишь в определенных условиях! Ведь теперь, из-за новой пушки с огромной казенкой, пришлось изменить башню, сделать открытую рубку, превратить пуму в кабриолет! Нет! Кроме того, она полноценная самоходка! Вот реально, теперь есть ограничения в углах горизонтальной и вертикальной наводки! Понятное дело, что с вертикальной были уже проблемы, но теперь еще и с горизонтом, где у вас не такой уж и большой радиус! Следовательно, как бы вы не торопились занять фланг, если противник вас увидел, то вам уже конец! Этой машине нужно слишком много времени, чтобы подготовиться к выстрелу! Остановиться! Выровняться на колесной базе, причем учитывая углы горизонтальной наводки орудия! В общем, друзья, вы поняли! Она может нагибать лишь тогда, когда стоит сама в засаде, в каких-то кустах и расстреливает проезжающих мимо противников! Но! Зато она это прекрасно делает не только с танками на БРе 3-0! Она успешно может пробивать машины и с БРом 5+. Я, например, сделал себе хардкор и проделывал подобное с вражескими 54-ками на 5 ранге! Но вам подобное повторять не советую, потому что основной противник в основном советы с Т-10М, всякими 54-ками, которые могут танкануть, если будут стоять лбом, хоть убейся, будешь застреливать в лоб башни в маску, вы не пробьете! Вам не хватит показателей! Разве что в борт и сзади, а все картонное, что может нести рандом, а это в основном леопарды, а не в вашей команде! Иногда, конечно, можно встретить зенитку или же какой-нибудь шеридан, но я бы на вашем месте особо не надеялся! В общем, катайтесь на своих рангах, ну и иногда можете делать плюс 2, не более! Но есть еще два бесячих момента, которые не давали мне покоя еще с прошлой пумы! Как я уже сказал, колесная база, а значит, когда вы стоите на месте и пытаетесь довернуть корпусом, потому что это самоходка и ей это необходимо, есть проблемы! Вам обязательно нужно давать либо вперед, либо назад, иначе машина не начнет делать маневр влево или вправо! То есть, как с гусеничной базой на месте развернуться не получится! И вообще, здесь есть неудобство, когда вы начинаете сдавать вперед и вправо, она может поехать слишком много, проехать просто в сторону куда-то, и опять вам не будет хватать горизонтальных углов! Ну и, конечно, знаменитый альпийский подъем в горы! Потрясающая возможность облажаться в самом начале раунда, если вы поехали даже в маленький холмик! Да, вот самый маленький холмик, он может стать препятствием для этой машины! Так что уж говорить, даже когда вы по прямой едете, видите какого-то ежа деревянного, он вас способен остановить! Опасайтесь деревянных ежей, ребята, это крайне опасно! Да, пума не без изъянов, но что вы хотели? Это же все-таки машина на халяву, относительно на халяву! Ну, ладно, я, наверное, слишком нагнетая, но если сделать объективную оценку новой пумы, то она очень хороша только в прямых руках! И, поверьте, те люди, которые будут на ней нагибать, это будут топ-1 чита-крыса-геймеры, которых вы не увидите на карте! Они будут прятаться на дистанции, в кустах и расстреливать вас! А все потому, что это единственная эффективная тактика для этого автомобиля! Но, знаете, когда настанет час скорби? Когда любой, даже самый ущербный, перворанговый самолет вас обнаружит? Скорее всего, вам будет трындец! Потому что даже самые ничтожно убогие пулеметы из японской ветки способны надрать задницу пуме! Что первый, что второй, и тем более, что у вас открытая рубка, которая дает дополнительный бонус вражеской авиации, которой даже не надо использовать бомбы и ракеты! В общем, ребята, вы попали! И что я тут могу добавить? Прекрасного вам летнего задрот-марафона! Продолжайте открывать замечательную технику и пытайтесь на ней нагибать! А я сделаю для вас очередной объективный обзор! Главное, поддержите лайком и подпиской на канал! Всего самого лучшего! И увидимся в ближайших видео по следующим акционным машинам летнего задрот-марафона! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok